Ольга Дерябина Вот смотрите, мы сейчас поговорили по производству, но мы должны понимать, что очень важно, как в частности хлеб отражен в магазине. И соответственно, если мы говорим про уже последнее время привычное состояние, когда мы слышим запах хлеба в магазине, для нас это норма является. Но надо понимать, что нам еще далеко до ситуации, когда люди в 7 утра идут за булочками с корзиночкой, чтобы на завтрак взять. Это для меня было действительно большим удивлением, когда в 20-м году на выставке Еврошоп я жила у хозяйки, и она реально в 7 утра уже куда-то сходила за хлебом, принесла такое разнообразие. Вот. Это отдельная история, сколько колораж был завтрака. Вот. Да, там одни булочки были, но не булочки, сыр там все такое, маслицем смазать. Так, расскажи, пожалуйста, как сейчас правильно организовать, на твой взгляд, зону выпечки в магазине, чтобы она максимально качественно создавала трафик и давала действительно хороший прирост продаж. Чтобы она была эффективной. Да. Я свою презентацию, ну, первое, хочу сказать большое спасибо Светлане, потому что после нее всегда очень приятно выступать, потому что она в своей презентации как-то умудряется определить тезисные критерии, на которые есть возможность опереться, чтобы продолжить информативно, качественно и полезно свою презентацию. Поэтому, Светлана, спасибо вам. Вот. Это первое. И второе, перед тем, как начать свой рассказ о эффективной организации производства выпечки пекарни при магазине, мы будем говорить про форматы магазину дома и супермаркет, я хотела бы задать вопрос. Ну, можно, например, два ответа кому-то из сетей. На сегодняшний момент, какова составляет доля товарооборота пекарни в вашем супермаркете, либо дискаунтере, ну, магазине дома? Ну, кто-то, например, вызоветесь, активисты, ответьте. Этот процент. Два процента? Вот лента, да. Два процента. Кулинарии, да. А мы говорим про отдел пекарни, когда только все, что касается выпечки. Десять процентов. Краснодар, но это не более... При организации, наверное, собственного производства от замеса, ингредиентов, завеса и выпечки. Слушайте, ну, это очень хороший показатель, это первое. Почему? Потому что вообще доля в товарооборота пекарни при магазине, супермаркет, либо дискаунтер должна составлять от 3 до 5%. Вот, кстати, ритейл.ру выпустил хорошую статью с ритейлером российским «Да», говорили, где они как раз обусловленно, утвержденно сообщили, что у них товарооборот пекарни при правильной организации в России составляет 3%. А кто в «Да» был? Мало. Мало, да. Обязательно рекомендуем вам посетиться. Да, на самом деле, история про входную группу, там невозможно без булочек, видите, вообще никак, без вариантов, просто без вариантов. Да, поэтому, в общем, вот эти цифры при создании любого концепта, не знаю, там, зоны кулинарии, выпечки, очень важно понимать в реальности, к чему стремиться, да, поэтому мы должны как минимум создавать эффективные зоны пекарни, те, которые должны давать не менее 3%, это реальность, пророссийский рынок. Сегодня меньше буду говорить про европейский, потому что они нас предали, можно так сказать, поэтому будем говорить про себя, развивать свой рынок, усовершенствоваться и улучшаться. Значит, о чем я хотела поговорить? Первое. Вообще хочу тезисно подвести итог, еще раз сообщить о тех концептах, которые существуют для организации зоны выпечки в супермаркете и магазине у дома. Дальше хочу выделить и определить более эффективный концепт, ну и, конечно же, сделать определенный вывод, сообщить некоторые кейсы, на которые нужно опираться для создания, там, эффективной зоны пекарни при магазине. Значит, всего существует несколько концептов, такие как производство технологии полного цикла организации и производство с использованием технологии выпечки замороженного полуфабриката максимальной высокой готовности. Ну и, конечно же, нами всем известно из 100% опробованное, а, возможно, у кого-то и даже по сей день работающий, это концепт по принципу технологии полного цикла. Данный концепт, он является очень сложным, который требует действительно очень много времени, знаний, контроля и инвестиций. То есть об этом также утвердила Светлана, да, и сообщила, и было нам это понятно. Для того, чтобы проанализировать данный концепт, мы для себя определяем определенные критерии, из чего он должен состоять. И невооруженным глазом, исходя из времени работы, проводя анализ, мы видим следующую ситуацию, что для организации данного концепта нам требуется достаточно большая площадь. То есть это около 150 квадратных метров. Следующий критерий такой, как высокая стоимость оборудования, потому что мы понимаем, что нам нужно организовать весь цикл производства. Закупки от тестомеса, создание складов, где будет храниться сырье. Также санитарная зона должна быть, должна быть зона формовки, растойки, дальше выпечки. Также критерий такой, как высокая стоимость энергозатрат. Так как единиц оборудования много, следовательно, энергозатраты очень высокие. Высокая стоимость персонала, потому что для того, чтобы производить в большом количестве, всегда поддерживать это сырье, ассортимент при магазине, нам необходимо много работать и выполнять многим количеством людей. Поэтому это высокая степень персонала. Также нестабильный, и здесь основной из критериев важных, это все-таки нестабильное качество. Потому что опять, как сказала Светлана, был проведен анализ, что качество действительно очень сильно разнится. Потому что я сделаю все идеально, я выполняю только одну задачу. А, например, мой коллега отвлекся, перерыв у него был еще что-то, не уследил за некоторыми процессами, и мы получили действительно совершенно другое качество. Но, возвращаясь, в принципе, к философии эффективности экономической, мы должны помнить, что качество, точнее, да, качество в количестве, оно заключается непосредственно в едином качестве на этом количестве. Поэтому нам важно всегда создавать продукт единого качества в разных точках города, района, области и так далее. Но здесь есть очень важный и хороший критерий, который всегда заставляет вас, собственников, руководителей, думать о качестве продукта. В этом концепте есть полное понимание, что покупатель получит свежеиспеченный хлеб. Свежий. Но в этом понимании кроется и очень большой минус. Не всегда вовремя и не всегда соответствующего качества. И это действительно так. Потому что в реальности к 8 часам утра, чтобы наполнить нашу полку и дать нашему потребителю достаточно большое количество ассордимента, как молодому поколению, так среднему и возрастному, нам нужно сделать очень много операций, ввиду именно имеется технологических операций, на точке для того, чтобы произвести этот продукт. Но мы прекрасно понимаем, что есть технологические параметры, против которых мы можем не поспорить. Это брожение теста, растойка должна занимать не менее 2,5 часов. Значит, человеку нужно приходить в 5, в 4 или в 3 или 24 на 7 работать. А это уже совершенно другие трудозатраты, цена образования на этот труд. Поэтому данный концепт, он в принципе самый основной, который до определенного времени в России активно работал. Все создавали этот концепт. Но благодаря многим некоторым сетям все меняется, все растет. И в общем появляются другие концепты. Следующий концепт, это такой, который позволяет организовать производство с использованием выпечки замороженного полуфабриката высокой готовности. Значит, данный концепт является самым эффективным, исходя из своих результатов. Он прост. Для того, чтобы его организовать, это достаточно просто, стабильно по качеству и экономически выгодно. Если здесь также проверить некоторые тезисы, сделать вывод, то здесь можно обнаружить, я надеюсь, то, что и сделал командор в свое время, эффективность. Значит, здесь уже невооруженным глазом мы видим плюсы данного концепта. Они какие? Меньше занимаемая площадь, она до 50 квадратных метров, а там было 150. Меньше общая стоимость оборудования, потому что мы не делаем цех полного цикла производства. У нас просто априори мало единиц оборудования. Следовательно, меньше стоимость энергозатрат, меньше потребность персонали, следовательно, меньше стоимость персонала. Стабильное качество продукта, потому что где-то кто-то централизован, либо ваши поставщики-партнеры, либо как сеть Комардор организовала свой собственный цех и сама централизованно следит за качеством этого продукта. Ну и следовательно, там логистически также должны быть определенные условия, чтобы ваш партнер по транспорту или ваша собственная сеть транспорта должна довести продукт в том качестве, в котором его произвели централизованно. И, конечно, стабильное качество продукта и всегда вовремя. Вот это очень важный основной критерий, потому что вот я, например, как покупатель, потребитель захожу чаще всего, ну в разное время, иногда очень рано улетаю там, в 9 часов я еду, мне нужно там проехать, что-то купить с собой, там воды и снэк. Иногда реально в супермаркете рядом с домом просто нет выпечки, если это, ну там где-то без 28, это действительно так. То есть я хочу отдать деньги, хочу что-то купить, а мне производитель, сеть просто не предлагает этот продукт. Ну то есть как бы удивительная особенность. Но здесь есть также очень большой минус, который, к сожалению, сейчас на российском рынке, невооруженным главным, вот я как человек, который работаю со многими сетями, с покупателями, со своими конечными клиентами, с сетями, все-таки мало кто действительно умеет организовать правильно концепт и подобрать правильно оборудование. Все всегда это уходит в ценообразование, но никто не понимает вообще, никто не ставит для себя цели, основные цифры, точные, к чему нужно стремиться. Поэтому, исходя из данной информации, все-таки целесообразный и эффективный концепт, это является тот, который позволяет работать с замороженным полуфабрикатом высокой степени готовности. И здесь несколько, значит, составляющих данного концепта. То есть вот это основные тезисы, на которые нужно фиксировать свое внимание и организовывать концепт по данному принципу. Значит, первое, что она для себя предполагает. Первое, с чего нужно начать, это с места. Второе, это с количества ассортимента и качества продукта. Прошу обратить внимание, что здесь речь идет в первую очередь о количестве продукта. И уже во вторую очередь о качестве. Но они, кстати, между собой даже, в принципе, равны. Следующее, это список необходимого печного оборудования, потому что в данном случае в этом концепте печь является сердцем, которое позволяет произвести определенное необходимое количество, следовательно, определенного хорошего высокого качества. Значит, и организовать зону презентации продукта, это тоже очень важно, потому что первый покупатель всегда встречает по обложке и дальше уже провожает по уму. Поэтому до определенного времени люди действительно не уделяли время выкладке, делали какие-то ужасные, прошу прощения, там стеллажи, которые, во-первых, не просматривается продукт, он не подсвечивается, он не презентабелен. Вот, знаете, есть такая удивительная способность. Вот очень жаль, что мы находимся сначала в ковидном времени, потом во времени спецоперации, и у нас нет возможности выехать за бугор, я это так называю, ну, там, в Европу или на другие рынки посмотреть, до определенного времени я реально не знала, что хлеб имеет свойство сам себя продавать. Вот в следующий раз, теперь понимаю, нужно будет здесь фото сделать, потому что фото очень интересное. Если хлеб, даже наш традиционный дармитский кирпич, выложить под определенным углом, на определенной высоте, и когда ты, покупатель, приходишь, смотришь на прилавок, ты видишь этот продукт, и тебе его хочется купить. Это реально так. Вот кому интересно, у меня на телефоне есть эти фотографии, там можно сбросить потом, вот или вот ваш, да, в Телеграм сбросим. Это действительно так. Хлеб имеет свойство сам себя продавать. А если ты его еще и подсветишь правильным освещением, это будет вообще просто 80% успеха, то точно его купят. У нас на тему освещения тоже немало кейсов на сайте, так что есть специалисты. Да, и основной, наверное, также, к сожалению, ну не к сожалению, он, в принципе, находится в последнем, на последней строке, но является также основным, это такое, как организация работы персонала. Про то, что именно о этом критерии реально забывают организаторы данного формата. Значит, ну и если тезисно разобрать каждый формат, каждый критерий, то первое, с чего нужно начать, это зоны. Пекарня должна располагаться в супермаркете и у магазине дома в начале магазина. Это важно. Почему? Значит, ароматерапия, есть такое понимание, и это уже всеми давно… Аромамаркетинг. Да, аромамаркетинг, прошу прощения. Вот, это уже давно сильно изучено, что аромат хлеба, вот тут у меня пример приведен, что если в магазине пахнет огурцом, хлебом, огурцом и арбузом, это как бы итог того, что точно что-то купят. То есть это уже изучено, проверено, исходя из вкусовых особенностей покупательской способности. Иногда некоторые супермаркеты даже специально привлекали аромамаркетологов, которые там создавали специальный вкус хлеба, резали и режут не огурцы, а арбузы, например. Поэтому это действительно работает. Если вы, кстати, хотите, то на следующую конференцию я постараюсь позвать коллег, которые занимаются аромамаркетингом, потому что в этот раз они уже просто физически не влезли в наш контент. Времени нет. Но на следующий год я им готова пригласить. Вот, поэтому действительно не забывайте про это. И пекарня, если будет располагаться сразу на входе в магазин, это гарантия того, что у человека он пришел, например, только за огурцами или только за молоком, а тут его встретил вкусный запах свежеиспеченной выпечки, там, не знаю, прекрасных круассанов. Это гарантия того, что он захочет колбасы, а может быть еще и пройдет дальше, увидит рыбки. Поэтому, в общем, это один из способов повысить средний чек вашего магазина. Следующий критерий – это такое, как количество ассортимента. Вообще очень важно перед планированием в любом случае ассортимента нужно определить правильно размер выручки в день. И вот здесь данный момент, он заключается в том, то, что обычно люди, ну, как-то так исходит, абстрактно вообще смотрят на ситуацию, а это действительно неправильно. Правильно более конкретизировать ваше желание. То есть я хочу, сегодня я продавал там 150 штук, я хочу продавать там на 30% больше. То есть вы должны определить точную себе цифру. Второй критерий – это реальность и реалистичность. Ну, например, если ваш магазин в обороте дает в день, например, 100 тысяч рублей, ну, нелогично сказать там, я хочу миллион. То есть мы должны ставить себе цели в цифрах реально реалистичные. Следующее – это нужно иметь единицу измерения. Ну, допустим, увеличить товарооборот или там количество булочек в три раза. То есть цифры, они имеют способность работать на вас. И когда вы себя закладываете на какие-то абстрактные вещи, знайте, результата никогда не будет. Когда вы более конкретизированно планируете цифрами свой результат, тогда гарантия того, что вы даже на 80% приближаетесь к этому результату. Дальше очень важно определять время достижимости. Ну, то есть даже не времени. Да, достижимость, то есть, к примеру, иметь цель создать самопосещаемый магазин, где самая вкусная выпечка. Вот это важно. Также себе создавать определенную философию позиционирования себя, своего магазина и своего отдела. Это тоже важно. И, к сожалению, в России, на удивление, этого никто не делает. То есть ты, когда приезжаешь, спрашиваешь, а как вы создаете этот концепт? На что вы опираетесь? Люди говорят, ну, не знаем, надо, чтобы выпечка была. Да лучше ее тогда вообще не делать. Отдавать эту полку локальному производителю предприятия, который будет презентовать свой хороший вкусный продукт. Вот. И, конечно, определяться во времени. Важно ставить себе сроки. Например, я создал концепт, и я хочу, что через год моего тестирования работы концепта, когда он сделал правильно, эффективно, по плану, посчитать этот результат, провести параллель. Так. Следующее – это, конечно, качество продукта. Для того, чтобы создавать такой концепт выпечки с использованием замороженного полуфабриката, продукт должен, слоенодрожжевой или дрожжевой, он должен быть сформованный, на расстоявшийся и замороженный. Все, что связано с хлебами, это чаобаты, багеты, там, всевозможные темные, там, злаковые хлеба, они должны быть в высокой степени готовности, выпеченные на 80%, но и не имеющие колера. То есть этот продукт, который позволяет вам, с которым, возможно, при организации концепта, работать без каких-либо издержек. То есть всегда будет давать стабильного качества. Ну и, конечно, температура хранения должна соблюдаться минус 18%. Значит, список необходимого печного оборудования, исходя из количества выпекаемого. Ну, допустим, есть разная производительность печей. Чаще всего ты приезжаешь, смотришь, что в отделе стоит, например, печь на 5 листов или на 10 листов. Сдаешь вопрос, почему именно такой производительность печь? Мы не говорим про модель, а говорим про производительность. И люди говорят, ну, у нас вот количество населения, там, я не знаю, там, 250 тысяч человек, ну, вот там, заходят с утра в такое-то время. Ну, вот просто выпекаем и все. Здесь не бывает просто. Для того, чтобы наполнить полку к 8 часам утра, нужно знать, что в течение одного часа ты в печи можешь испечь только 3 раза. А у тебя, например, 20 наименований, допустим. Поэтому печь на 5 листов и, например, на 10, как единая, она не справится с этой задачей. Важно иметь печь, которая должна быть 5 плюс 5, 5 плюс 10, в зависимости от вашего потребления. Потому что ты уже за час делаешь не 3, а 6 выпечек. Это гарантия того, что ты к 8 часам утра наполнишь максимально полку. Вот это важно знать и на это опираться. А не смотреть на то, что, ну, у меня тут мало людей, я в таком районе непроходимом. И у меня просто, как бы, зачем там печь на 10 листов или 5 плюс 10? Ну, конечно же, если полка будет пустая, то, конечно, будут нести продажи. Ну, логично. Да, поэтому... Ну, вот, к сожалению, это логично, но это реальная действительность при организации этого концепта в России. Да, давай выскоряться. Да, мне достаточно прям 5 минут еще. Значит, организация... Это много. Организация рабочей зоны. Все-таки здесь должны быть такими драйверами, как удобство, мобильность и компактность. То есть вот эти важные драйверы, на которые нужно опираться. То есть печь должна быть с определенным программированием, с наличием открытия двери по окончанию выпечки, потому что данный концепт требует минимизации рабочей силы. И с этой печью в идеале, как, например, в сети, да, вот интересный сеть, да, сегодня есть. Нет? Не доехали, да? Вот. Они как раз построены работой таким образом, что там нет отдельного пекаря. Там, в принципе, любой сотрудник может работать с печью. У них просто общий график посещения отдела пекарни. Он смотрит там, на какой стадии выпечки, тем самым наполняет. Следующее. Вот эта опция системы открывания в двери по окончанию выпечки, она очень важная. Почему? Потому что она как раз позволяет не вкладывать в отдельно персонального человека в отделе пекарни. Потому что в идеале у многих печь выпекла, она сигналит, и к ней нужно подойти. Ее разгрузить, потому что дальше идет сушка, следовательно, качество продукта очень сильно страдает, выходит брак. А вот с этой опцией вам позволяет возможность, что любой может работать. Печка выпекла, просигналила, открыла дверь, идет понижение температуры. Как бы человек может закончить там свои какие-то дела, раскладку новой партии, и уже вернуться к печи, ее разгрузить. Следующий момент. Все-таки это камера. Основная зона, важная для этого концепта, это камера хранения, либо вертикальной, прошу обратить внимание, листовой холодильник. Чаще всего люди вообще не понимают, для чего они покупают. Они покупают обычные лари, как для мороженого, что хранят в коробках. И для человека, для того, чтобы найти нужное количество ассортиментов, просто тратить по 15-20 минут, вот это все выкладывает, складывает. То есть там такая ерунда происходит, что страшно смотреть. Поэтому обязательно либо листовой салат, прошу прощения, хочу есть, листовой холодильник, либо камера в прямой близости к печи. Прошу прощения. Я, кстати, из тех, кто стараюсь вести образ ЗОЖ, поэтому я завтракаю очень рано, и уже там, приближаясь к двум часам, мой организм мне говорит, заканчивай, и пора уже есть. Вот, следующее, это раковина. Размером она должна быть следующих 45-65 сантиметров. Ольга, давай ускоряться. Да, стол, нейтральная шпилька для, значит, листов и навесная полка. Организация зоны презентации продукта. Обратите внимание, пожалуйста, на верхний слайд, где стоит женщина и берет хлеб. Если вы видите, то этот ларь высотой с нее, то есть для ориентира это где-то 160 сантиметров, да, это не так высоко. И вот зайдите к себе или там в какие-то старых концептов магазина, например, и посмотрите, какие у нас лари. Когда я со своим метром 60 иногда подхожу и вот так смотрю, что же там лежит, эй, покажись мне, пожалуйста. Вот, поэтому здесь есть определенные, значит, положения, на которые нужно опираться, что, значит, высота верхней полки не должна превышать с продуктом, это полтора метра. Следующее, наклон полки должен быть, ну, это тот наклон, на котором лежит продукт, должен быть в пределах 30 градусов. Свет должен быть светодиодный, форма обязательно прямоугольная. Вот в Москве, конечно, в таких миллионных городах, как Москва, Санкт-Петербург, центральных, этого еще нет. А вот если по регионам поездишь, то видишь, что обычно витрины круглые карбоны, кондитерские стоят, и там лежит хлеб. То есть еще могут так организовывать эти сети АЗС. И вот ты думаешь, ну, как это так, это же вообще неправильно, потому что именно там полукругло идет преломление луча света, и наоборот, на продукт падает свет, и он его губит. То есть этот продукт не хочется купить. Следующее, наличие всевозможных услуг. Это все должно быть. Должны быть и пакеты, и перчатки, и по необходимости хлеборезки, если там того требуют концепты, ассортимент. И, конечно, легкая и удобная полка. То есть она должна либо со специальным люфтом быть, когда ручка поднимается, или выдвижная с щипцами. То есть это тоже важно. Это уже современный концепт, который требующий, на который нужно ориентироваться. И последнее. И организация работы персонала. Значит, здесь очень важно, чтобы была мотивация. Мотивация на продажу в штуках и увеличение объема – это задача вашего управляющего магазина. Чаще всего этого не делают. Поэтому нужно вот мотивировать людей, управляющего, вот на такие показатели. Конечно, очень важно составлять еженедельные графики выпечки, которые должны корректироваться по своему времени выпечки и их количество. То есть нужно запомнить, что в среднем к 8 часам утра у нас должна быть полная полка. И после этого у нас нужно планировать наше время выпечки как минимум 4 в течение всего времени. Эти показатели позволят вам удержать свежеиспеченность, качество продукта. Ну, следовательно, будет ваш довольный покупатель, который к вам вернется. И, конечно же, проводить обучение еженедельное или двухнедельное, как позволяет вообще ситуация организации работы персонала, для работы в печи. И даже не только обучению работе в печи, но и также проверка этих знаний. Потому что действительно такова, что очень большая текучка. И иногда ты одного учишь, любят люди учить только одного, он ушел и все, крах. Там магазин выпал из реальности на неделю. Поэтому важно не зацикливаться и, естественно, учить всех. И заключающий слайд, которым я хочу подытожить свое выступление, это эффективность. То есть это способность не тратить впустую материалы, энергию, усилию, деньги и время на то, чтобы сделать что-то или добиться желаемого результата. В более общем смысле это способность сделать что-то хорошо, успешно и без потерь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok